вот игорь начинает оправдываться по поводу того что почему царский скипетр называется царский скипетр и коровяк называется царский скипетр потому что он вот такой вот вот такой вот и выглядит как это вот как царский скипетр а вот это чудесная речка риот мы подошли к ней и в местах где почва хорошо увлажнена и растет цель наш основная цель нашего похода в этот природный заповедник природный и исторический заповедник нас интересует мята и гараж можно все-таки к речке спустимся кто она растет вот где вот она мята ты со мной смотрите рядышком растут два вида коровяка вот тот впереди царский скипетр кровяк царский скипетр крупные цветы да а вот это я не помню и видите у него такое древовидное цветение тоже коровяк ну вот у этого тоже может быть древовидное вон посмотри вещь но не такое количество веток это такое я покажу тебе да ну во всяком случае два вида коровяка на лицо они тут есть и слава богу до альпийская горка два диких камня из него растет деревца сельско ну и что по какашкам запоминаешь да интересно как игорь зимой будет находить места который запоминал по какашкам они будут под снегом и ты пословицу знаешь что это у нас весна посмотри вон алтей растет он в чем мы с игорем часто не находим общий язык и спорим и ссоримся это то что он иногда лезет в кадр и портит вот такую вот красоту он портит видно коровяк который растет красиво на орехи и позорной шляпкой только портишь виды вот вот это очки у тебя хороший потому что это маячки что да я собрати внимание на тот камень ну если тоже то на тебя я тещат толкну туда я думаю как бы не успеть по-быстрому слушай он тоже занимался скалолазанием альпинизмом что для тебя посидеть вот на краю вот этого камня? да абсолютно ничего хорошего насмотрелся я на тех кто сидел на краях кауней потом в больнице? нет в крестике а и в крестике тоже